Василий Иванович, вот смотрите, то, что сейчас происходит у нас в экономике, это следствие коронавируса, пандемии или все-таки нет? Ну да, здесь несколько факторов сразу же действуют. Первое, это, конечно, то, что упали резко цены на нефть. Второе, это коронавирус. Экономисты вообще выделяют пять шоков, которые сегодня присущи нашей российской экономике. Первое два я уже назвал. Еще говорят о том, что, как бы там ни было, но, видимо, в ближайшее время мы заметим, уже сейчас наблюдаем бегство капиталов из Российской Федерации, потому что доходность падает. И в целом в мире наблюдается стагнация уже в экономическом секторе. Немаловажный фактор, или, как называют, четвертый шок, это то, что мы находимся по-прежнему в экономической изоляции, то есть экономические санкции. Несмотря на то, что бушует коронавирус в целом на земном шаре, никто с Россией отменять не собирается, даже в ближайшей перспективе. И последний, наверное, один из таких самых непонятных факторов, это то, что очень большое количество неопределенностей, как себя поведет коронавирус, как себя поведут цены на нефть и на газ на мировом рынке, когда свою экономику начнет оживлять Китай, Индия и другие ведущие экономики мира, как себя поведет малый и средний бизнес, какие будут санкции против России дополнительные, либо наоборот будут снижаться, и как правительство отреагирует на коронавирус в части преференции, льгот для малого и среднего бизнеса, да и для крупного бизнеса тоже, ну и в конечном счете для населения. Ну вот смотрите, мы сейчас были в магазинах, и люди говорят, что цены растут, но не очень значительно, и на крупы растут, и, естественно, на фрукты растут. Это в связи с чем? Ну, это связано в первую очередь с тем, что наблюдается ажиотажный спрос на многие продукты питания, потому что люди, наученные горьким опытом предыдущих кризисов, потому что на глазах нашего поколения это уже четвертый кризис происходит, и всегда цены стремительно, причем стремительно росли в эти периоды, поэтому есть, если возможность такая запастись, то народ, конечно, этой возможностью и воспользовался. Цены на крупы, на сахар, на чай, кофе, на товары первой необходимости, конечно же, начали расти, но и не только на продукты питания начали расти цены. В связи с коронавирусом выросли цены и на легковые автомобили, допустим, уже производители некоторых строительных материалов, в связи с тем, что рубль упал, по отношению к доллару очень много строительных компонентов, составляющих мы покупаем за рубежом, следовательно, растут цены и на эти вещи. Поэтому в перспективе, конечно же, рост цен будет наблюдаться и дальше. А фрукты? И фрукты тоже, и фрукты тоже, потому что в основном фрукты у нас зарубежные, даже несмотря на то, что 2019 год был самым урожайным годом за последнее время в Краснодарском крае на яблоки, цены на яблоки в 2019 году были выше, чем в 2018 году. Но если мы посмотрим сегодня на прилавки магазинов, то отечественных яблок и груш тем более нет. Это все импортное. Поэтому, естественно, если доллар растет или евро растет, то и цены на импортные продукты питания тоже будут расти. Да и вообще на бытовую технику и на другие вещи, которые имеют импортное происхождение, соответственно, в связи с тем, что изменилось соотношение рубля-доллара, цены будут расти. Ну вот смотрите, сейчас народ говорит на рубль-два, может быть, подросли цены, где-то поменьше. А ближайшая перспектива какова? А ближайшая перспектива такова, что цены будут расти, если государство в лице правительства или государственных органов не установит определенный контроль за уровнем цен. Вчера председатель нашей Государственной Думы Володин выступал и приводил такой очень интересный пример, что наши сетевые крупные торговые фирмы закупают огурец массово по 24, по-моему, рубля 70 копеек, а продают по 150 рублей. То есть накрутка идет в 6 раз. Это, конечно же, говорит о том, что торговая ритейловая фирма старается вот в такие периоды заработать себе определенный капитал. Поэтому существует тенденция на то, чтобы государство все-таки установило определенный контроль на некоторую хотя бы социально значимую группу продуктов питания. У нас есть, допустим, хлеб, на который невозможно резко повышать цены. И сегодня, по всей видимости, в ближайшее время, возможно, правительство возьмет, расширит этот список, либо установит определенный контроль за ростом этих цен. Уже есть такое предложение, чтобы не более чем на 10% каждая стадия имела право накручивать цену на ту продукцию, которую покупает. То есть правительство – это единственное, кто может эти цены сдержать? Ну да, правительство сдерживает цены. Либо второй механизм экономический – это должна быть конкуренция. Но, как вы понимаете, в условиях пандемии или коронавируса у нас вынуждены люди не работать. Многие на сокращенной неделе работают. Поэтому производство замедляется, либо вообще может прекратиться на определенный промежуток времени. Поэтому здесь уже нет той конкуренции, которая есть. И плюс она еще может быть искусственно отменена. Просто-напросто не покупаться товары у определенной группы производителей. А вот у людей, конечно же, может быть, какие-то запасы еще остались. Ну да, откладывали какие-то деньги. И вот сейчас они боятся, что в нынешних экономических условиях эти деньги пропадут. Вот куда-то стоит все-таки вкладывать? Ну, какие-то небольшие, может быть, суммы у кого-то, может быть, большие? Ну, это извечный вопрос, что делать в период кризиса. Лучший пока, самый распространенный массовый сегодня продукт – это положить просто на депозит в банке, потому что банки начали повышать проценты по вкладам, несмотря на то, что ключевая ставка Центрального банка осталась на прежнем уровне. Ну, это хотя бы какое-то сохранение денежных средств, несмотря на то, что спираль инфляции начинает раскручиваться. Естественно, если есть небольшие денежные средства какие-то, то нужно закупить какой-то минимальный набор продуктов, потому что неизвестно, как долго протянутся вот эти вот вынужденные каникулы, так как дети не ходят в школу и многие родители вынуждены находиться дома, то, естественно, потребление продуктов увеличивается. Поэтому для того, чтобы пореже выходить, необходимо, как у нас говорят, запас такой создать. Но покупать квартиры сегодня достаточно проблематично, потому что так как ограничено движение, и просто даже чисто физически осмотреть предполагаемое потенциальное жилье достаточно проблематично. Поэтому можно только сделать дистанционно, что многие наши риелторские фирмы, либо строительные компании, конечно, осуществляют, но достаточно в нешироком таком сегменте. Покупать автомобили, так как многие автомобильные салоны закрыты, хотя до объявления коронавируса, вот за неделю до объявления режима самоизоляции наблюдался резкий спресс покупки автомобиля, потому что многие автомобильные компании объявили о росте цен от 5 до 15% на автомобили 19-го года выпуска, поэтому дальновидные наши сограждане бросились покупать автомобили, в том числе и в кредит. В некоторых банках наблюдался ажиотажная подача заявок на потребительское кредитование. Вот за неделю до объявления самоизоляции нашей ВТБ, допустим, аналитики говорили, что на 30% заявки увеличились, в Берегательном банке на 10%, в некоторых банках даже на 50%. Но подача заявок, это не означает, что физические лица получили кредит, потому что есть служба экономической безопасности, есть кредитная задолженность, которая уже есть у некоторых наших сограждан, поэтому получить кредиты не так просто. Понятно. В общем, крепимся, держимся. Держимся, крепимся. Другого просто выхода нет, нужно набраться терпения и сил для того, чтобы пережить все вместе вот это непростое время. Спасибо большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин